МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Интересы казахстанских потребителей, решения спорных вопросов и самые полезные рецепты экономии в информационной программе Народная экономика. Здравствуйте! Смотрите сегодня. Бюро находок. Кто возместит ущерб за пропажу багажа? Почему не стоит покупать чемоданы из кожи? И как правильно экономить на авиабилетах? Согласно статистике Международного центра полетов, еженедельно почти 500 тысяч чемоданов не возвращаются к своим владельцам. Это более 70 тысяч пропаж каждый день. Основной причиной таких потерь авиакомпаний называют очень короткое время погрузки и неправильное заполнение бирок. Что делать, если ваш чемодан пропал? И кому писать претензию? Ответы далее. У Тамерлана отпуск начался не с горячего песка и ласкового моря, а с поиска чемодана. Приехав в жаркую страну, он не обнаружил своих вещей на багажной ленте в аэропорту. Обратившись к представительству авиакомпании, перевозчика получил ответ «Ждите, скоро будет». Однако чемодан так и не дошел до владельца. Первая реакция – это шок, конечно. Когда мы летели туда около суток, в общем-то в теплых вещах туда приехали, и чемодана нет. Ну, собственно, ладно, раздеться разделись, а дальше что делать. Через сутки пошли покупать себе новые вещи, которые нам по размеру не подходили, так как там мальдивцы, они небольшого роста. Но с горем пополам там кое-что нашли, купили, в общем-то вышли из положения. Просто пропал у нас отдых. Ну, то есть абсолютно настроение уже не то, конечно, уже все. По прилету в Казахстан Тамерлан обратился к юристу, написал досудебную претензию. Однако ее авиакомпания оставила без внимания, но наш герой был настроен решительно и подал на недобросовестных перевозчиков в суд. В иске мы подали компенсацию как на вещи, так и на моральный ущерб. В итоге мы выиграли суд, получили решение суда на руки, то есть заплатили нам полностью за багаж. Причем в иске я указал все вещи, стоимость вещей, которые были утеряны, и мне полностью сумму эту выплатили. Плюс моральный ущерб. Он был меньше, чем я просил, но тоже был выплачен. Если багаж пропал, незамедлительно свяжитесь с компанией-перевозчиком или с бюро находок в аэропорту. Вам предоставят международный акт об утере чемодана, а данные об имуществе внесут в систему отслеживания багажа. Если пропажа не нашлась, смело пишите претензию в головной офис компании-перевозчика или ее представительства. К ней необходимо приложить билет, квитанцию по оплате за перевозку вещей, отрывной корешок от багажной бирки и акт об утере. Но помните, срок подачи претензий законодательно ограничен. Эксперты советуют написать ее в течение 7 дней после того, как вернулись в Казахстан. Когда вы заявляете претензию, заявите также еще и о моральном ущербе. Требуйте, чтобы авиакомпания вам выплачивала, вернее компенсировала понесенные вами нравственные страдания. Вы должны как пассажир максимально требовать. Вы заплатили немалые деньги, поэтому имеете право на уважительное к себе отношение и соответствующее к себе отношение. Если вы опасаетесь за сохранность багажа, юристы советуют перед вылетом обозначить его стоимость в специальном талоне с указанием всех особо значимых для вас вещей. Если чемодан пропадет, этот перечень послужит хорошим доказательством в суде. Учтите, если дело до суда не дошло, вам не выплатят желаемой суммы, так как ответственность за утерю имущества пассажира у авиакомпаний ограничена. Установленная авиакомпаниями сумма за килограмм багажа 20 долларов, максимальная выплата 400 долларов или 73 тысячи тенге. Если же свои вещи вы оцениваете дороже, лучше их застраховать. Стоимость полиса начинается от 500 тенге до 7 тысяч тенге, а сумма выплат варьируется от 100 до 1000 евро. А это интересно. Разработчики одной авиастроительной компании создали умный чемодан, который, по их мнению, потерять невозможно. С помощью встроенного чипа путешественник сможет узнать о местонахождении багажа, когда он был открыт и загружен в самолет. Для этого необходимо установить на свой смартфон приложение с одноименным названием новинки. На него будут приходить уведомления благодаря GPS-навигации. Стоит такое изобретение на 20% дороже своих неумных аналогов. А в следующую минуту мы расскажем, как правильно выбрать хороший чемодан и на что обращать особое внимание при покупке. Рынок Казахстана предлагает огромный выбор чемоданов. Их качество и стоимость зависят от материала. Как найти золотую середину и остаться довольным приобретенной моделью? Расскажем далее. Если вы хотите, чтобы дорожная сумка была легкой и устойчивой к повреждениям, выбирайте чемодан из полиэстера и нейлона. Хорошо отмываются и долгое время сохраняют форму товары из плотной хлопчатобумажной ткани с тефлоновой пропиткой. Модели из кожи хоть и выглядят солидно, а стоят дорого. Не самый лучший вариант, они тяжелые и их легко испортить. Эксперты отмечают самые надежные чемоданы из стекловолокна или карбона. Помните, что при покупке прочный должен быть не только корпус, но и фурнитура. Она не только составляющая стоимости товара, но и гарантия надежности. Когда берете чемодан и выбираете, вы обращаете внимание, чтобы колеса были либо резина нестирающаяся, либо силикон. Тогда у вас не будет проблем никаких. Ручки, они сдвигаются. Задвижные ручки. Движение ручек идет, должно быть, без всяких припинаний. Все, гладко ушел, гладко вышел. Все, без всяких. Тогда это механизм нормальный. А если идет с трудом, как бы вот с препятствием, тогда это не есть хорошо. По словам продавцов, наиболее хорошими чемоданами считаются те, что произведены в Италии. Прослужат они порядка 10 лет. Помимо отличного качества, у них зачастую необычный дизайн. Но и есть минус. Цена не каждому по карману, от 50 тысяч тенге и выше. Популярны и практичны также японские и турецкие чемоданы. Они производятся из качественных материалов, имеют множество удобных отделений и изготавливаются в широкой цветовой гамме. Их стоимость доходит до 30 тысяч тенге. И средний класс, он довольно-таки очень хороший, выносливый и супер, как бы вот в поездках. Вам нужно, чтобы вы ездили, чтобы у вас не было проблем в дороге. Тогда вы сэкономите и возьмете не на один год, а лет на 7-10. И не на одну поездку, а в год 5-6 раз. В последнее время особой популярностью среди казахстанцев пользуются два вида чемоданов. И при их покупке мнения мужчин и женщин очень противоречивы. По словам продавцов, представительницы прекрасного пола предпочитают большие яркие дорожные сумки, сделанные из полиамида или нейлона. Они легче, и их проще увидеть на багажной ленте. Сильный пол более практичный. Они выбирают чемоданы черного, синего и коричневого цветов, сделанные из ткани с титановой крошкой. Далее самая полезная рубрика «Рецепты экономии». И сегодня мы расскажем, как еще можно сократить расходы, собираясь в поездку. Когда приближается долгожданный отпуск, то у многих из нас возникает желание сэкономить не только на чемоданах, но и на авиабилетах. Причем в некоторых случаях на перелете можно сберечь значительную часть семейного бюджета. Для этого необходимо знать несколько правил и хитростей, о которых мы и расскажем в следующем сюжете. Следите за распродажами и специальными акциями. В это время скидки на билеты могут достигать 50% и более. Новые авиакомпании также часто предлагают совершить покупку на выгодных условиях в целях рекламы. Если вы собираетесь лететь в популярный у туристов город, но никак не можете найти дешевые билеты, обратитесь к туроператорам. Они проведут анализ авиакомпании и подберут оптимальный для вас вариант с приемлемой ценой и временем вылета. Но есть и еще способы экономии, которыми специалисты рекомендуют пользоваться с осторожностью. То есть я советовал бы пользоваться надежными авиаперевозчиками. Можно сэкономить на классе билета. То есть эконом купить, не бизнес и так далее. Но пользоваться надо надежным авиаперевозчиком. Во-первых, это ваша безопасность жизни и здоровью. Во-вторых, это, соответственно, выполнение сроков полетов. То есть четко по графику будут выполняться полеты. Не забывайте и о горящих турах. У многих туристических операторов остаются нераспроданными билеты на чартерные рейсы. Ближе к дате вылета они становятся совсем дешевыми. Покупка билетов заранее это самый действенный способ экономии. Рассмотрим одно из излюбленных мест отдыха казахстанцев – Дубай. Приобретая билет в оба конца за неделю до выезда, придется отдать в кассу от 90 до 100 тысяч тенге. Если покупку совершить за месяц, сумма сократится уже до 80 тысяч. А если вы позаботились о полете больше, чем за месяц, то цена вас приятно удивит – 60 тысяч тенге. Но помните, в разгар сезона и зимних каникул дешевых билетов практически нет. Их можно найти, если тщательно отслеживать специальные предложения на сайтах-поисковиках. Внимание автолюбителям! С 20 октября этого года вступил в силу измененный закон Республики Казахстан о дорожном движении. Теперь все водители, которые занимаются перевозкой грузов, обязаны будут проходить медосмотр каждые три года. Дальнобойщики старше 50 лет ежегодно, и все водители, достигшие 65 лет, раз в два года. Новым законодательством не установлено повышение штрафов, поэтому сумма выплат за нарушение ПДД остается прежней. Не забывайте о своих финансовых возможностях и интересах. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!